Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами нарисуем пони. Прежде чем рисовать, давайте проверим свое рабочее место. У меня сегодня листик, я его наклеила на темненький листик, чтобы получилась такая рамочка, и чтобы вам было хорошо все видно. Вы можете просто обычный белый листик взять. Фломастеры сегодня нам понадобятся, карандаш и ластик. Карандаш, посмотрите, чтобы был хорошо заточен. Начинать мы будем с карандаша. В верхней части листика мы рисуем круг. Дальше к кругу подрисовываем носик. Можно сказать, такой вот треугольничек. И вот эту часть можно стереть. Здесь у нас будет ротик. Открываем его сразу. Душнее стираем. Прямо посередине у нас будет находиться большой глаз. Глазу у нас есть Радужка и черный зрачок. И два больших блика. Внутри блика нужно все стереть. Блик у нас будет белый. И маленький вот тут блик. Теперь нарисуем ушко. Ушко мы видим только одно. Внутри ушка тоже все стираем. Подчеркиваем ушко. И осталась грива. Грива у нас будет разноцветная. Вот так рисуем волосинки. Вот такая грива. Внутри опять же мы все стираем. Грива давайте сразу разделим на прядочки. Они будут разного цвета. Я думаю, что надо немножко сделать подлиннее гриву. Или носик покороче. И то, и то. Мы сейчас и носик чуть-чуть покороче сделаем. Вот так вот. А гриву немножко подлиннее. Лишнее все хорошо стираем. Линии все плавные. Все всегда стряхиваем. Когда мы стираем, нужно хорошо стряхивать. И вот эту подлиннее волосинку сделаем. Челочку нарисовали. И дальше пошла грива вниз. Мы ее вот так вот нарисуем. Вот сюда будет попадать волосинка. И еще вот так вот. Вот такая грива. Также мы ее разделим. Она тоже будет разных цветов. Вот такая вот у нас пони. Мы ее карандашом нарисовали. Можно приступать к краскам. Вот тут давайте еще шейку покажем. Нет, чуть-чуть. Вот сюда более. Вот так вот. Убираем карандашик с ластиком, чтобы они нам не мешали. Все хорошо встряхиваем. И приступаем к фломастерам. У меня пони будет ярко-голубая. Наверное, вы смотрели мультик. Знаете, какого она цвета. Обводим аккуратненько то, что у нас будет голубым цветом. Показываем границы, что вот за это место заходить нельзя. Вот это все будет голубое. И мы аккуратно начинаем закрашивать. Аккуратно двигаемся по форме в одном направлении. В разных направлениях не двигаемся. Листик крутить, вертеть можно, чтобы вам было удобно. Чтобы не ручку нам сильно изгибать, а ручка у нас всегда оставалась в правильном положении. И не уставала. Вот такими короткими штрихами заштриховываем. Фломастером работаем очень аккуратно, потому что, если мы уже что-то заденем, это уже нельзя будет исправить. Фломастер стереть нельзя. Поэтому очень-очень аккуратно рисуем. Все видно. Все направляем в одну сторону. Здесь так же мы в одну сторону все-все движения. Близко-близко штрихуем, чтобы белой бумажки у нас не было видно. Глазик тоже можно обвести сразу. За глазик тоже попадать нельзя. Так, осталось совсем немного вот эту часть закрасить. Все хорошо прокрашиваем. Ушко у нас тоже голубенькое. Ушко я прям вот так вот, прям по форме закрашиваю. Вот эту полосочку мы закрашиваем пока. Потом мы уже ее обведем. Мы будем делать контур. И все полосочки мы выделим. Все у нас будет видно. Сильно не нажимаем, иначе фломастер испортит бумажку. И вообще чуть-чуть. Осталось маленький кусочек. Сейчас я закрашу. И вот уже готов пони. Теперь осталось гриву. Закрасить гриву. Она будет разноцветная. У нас будет и оранжевая прядка, вот эта верхняя. Мы сразу ее обводим, чтобы понятно было границы. И внутри их закрашиваем. Аккуратненько старайтесь не попасть на голубой цвет. Дальше у нас будет прядка красная. Аккуратно так же обводим это место. Цвета у нас яркие. Грива у нее радужная у пони. Поэтому я выбрала фломастеры. Карандаши нам такой бы яркости не дали. Вот фломастерами очень хорошо такой рисунок рисовать. И осталась желтая грива. Сейчас я тут подсадру что-то. И желтым закрашу эту часть гривы. У меня такой яркий-яркий желтый цвет. Почти лимонный. Тоже я все в одном направлении делаю. Все-все штрихи. Теперь нижняя часть гривы. Будет один локон зеленый. Аккуратно закрашиваем. Обвели. Внутри закрасили. Дальше синий локон. Насыщенный синий цвет. Красивый. Опять мы обводим. Показываем границы. И закрашиваем. Старайтесь все белые просветы закрасить. И остался последний локон. Он будет фиолетового цвета. Видите, все цвета радуги на нашей лошадке. Опять мы debtя lix. Ну и сделаем. И отгоним. Один локон. И остался кончик. Уже я переверну. Все-все белые просветы постарайтесь закрасить. Вот у нас получилось пони. Глазик у нас будет розовый, радужка розовая. Блик и белок мы оставляем белыми. А зрачок черный. И черным мы сейчас выделим всю пони. Первым делом закрасим зрачок. Оставим все блики. И обведем глазик. Обведем блик. Обведем радужку. Смотрите, какой сразу яркий стал глаз, когда мы его выделили черным контуром. Итак, нам нужно сейчас прорисовать всю пони. Сразу рисунок становится четкий. Теперь мы показываем вот эту линию внутри. Все-все линии, что мы рисовали карандашом, мы теперь должны прорисовать черным маркером. Остается совсем немножко нам. Черный контур выделяет все наши цвета. Сразу все цвета стали еще ярче, чем они смотрелись сами по себе. И самый последний штрих. Посмотрите, чтобы весь карандаш у вас спрятался под фломастерами и чтобы не было белых просветов. И вот последний штрих. Смотрим внимательно в нашу пони. Готово! Посмотрите, какая яркая. Какие у нас прям цвета насыщенные, сочные. Теперь можно убирать свое рабочее место и куда-нибудь повесить свою картинку. До новых встреч, ребята! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok